всем здравствуйте данное видео будет посвящено автолюбителям автомобилистам может быть будет кому-то полезная информация может быть кто-то знает может кто-то знает но не решается в общем приобрел я недавно на том же алиэкспрессе вот такую вот приблуду сканер елм 327 сканер для автомобиля вот так вот он выглядит тут видно деталь кладка какая-то для чего это нужно этот сканер считывает ошибки и также считывает информацию вместо грубо говоря бортового компьютера вашего автомобиля будет служить может быть кто-то знает про этой данным продам про эту ерунду много видео снято но я решил снять свой вариант значит это не единственная штуковина которые есть есть также ну а это данные елм 327 связывается с телефоном по bluetooth есть такие приблуды которые связываются по вайфай есть там еще другие наименования насколько я как штудировал эту тему вот это вот штука самая оптимальная по цене и качество стоит в районе 300 350 рублей на том же алиэкспрессе и так решил показать что может данный сканер подходит большинство автомобилей как отечественных так и импортных но все-таки не ко всем знаю в частности что к волге например такой сканер не подойдет наши отечественные втыкаем сканер в разъем в диагностический я не буду показывать где у меня этот разъем потому что там тяжело туда подлезть с плей маркета скачиваем программу программа называется но их очень много довольно всяких но вот это тоже как я понял одна из самых распространенных программ по bd card doctor включаем на телефоне bluetooth вот я сейчас не очень уверен насколько быстро я подключусь но все-таки нажимаем подключить начинается сканирование он как-то сопрягается телефон со сканером и вот эти вот три таблички три строчки должны загореться белым цветом как вот журнал надеюсь это все сейчас произойдет можно с этой с помощью этой программы ваш gps отключен нет не хочу включить все соединился законнектился с помощью данной программы можно считывать можно расшифровывать этих программ тоже на плей маркете довольно много но данная программа доктор фри оба декор доктор фри она скажем так не полная обрезанная версия некоторые программы есть извините я тут сначала расскажу некоторые программы есть значит в них же можно в этих программах считать ошибку и также можно извините зависая и расшифровать эту ошибку но в бесплатных версиях как правило расшифровать программу расшифровать ошибку нельзя но это небольшая проблема дальше я покажу как можно сделать значит динамические параметры посмотрим что тут он может уровень напряжения батареи снять то есть снимает уровень напряжения 13 6 вольт и все это записывается в график дальше индикатор ошибок извините место не совсем в курсе что это все это означает но может кто-то будет знать кто-то подскажет температура охлаждающей жидкости 82 машина недавно включена еще до конца не прогрелась также в виде графика все это происходит обороты двигателя считывает на данный момент 328 лист вот обороты двигателя сейчас газонул можете видеть стахометр 2000 оборотов все соответствует все довольно быстро сопрягается поэтому не думаю что нужен там сканер с сканер с вайфаем так скорость автомобиля мы на данный момент стоим 0 километров в час расход горючая это функция я еще не пользовался я так понимаю это надо по ходу в пути снимать расход на путь то есть на тот путь который пройден поддерживаемые параметры тоже не могу вам сказать что это мне тут не все понятно но то что то что мне нужно было я разобрал режим работы системы топливной коррекции что-то написано расчетная нагрузка на двигатель вот такая не знаю правильно это или неправильно но у меня два горшка два горшка у меня пропускают краткосрочная топливная коррекция то есть я показываю что может эта программа кому-то может быть давление выпускном коллекторе кому-то может быть будет полезно ну и по мне так вот вся эта информация хорошо что она есть но она мне очень нужно положение дроссельной заслонки 0 процентов она закрыта сейчас бы за ним то есть по мере газования все это выделяется в график в общем не буду дальше говорится заниматься ерундой смотрим диагностику у меня кстати сегодня вылез чек ну я так представляю от чего но все-таки каждый раз ездить к электрику узнавать что за чек выскочил и каждый раз сбрасывать эту ошибку платить за это там порядка 300 400 600 рублей 700 где-то по-разному не вижу как говорится большой надобности и так значит ошибки п-03-01 п-03-03 и п-03-00 запомните эти ошибки вот я данной функции еще не пользовался нажимаем кнопку чистить очистка сотрет информацию надеюсь вы видите окей нажимаем ошибка стерта кода ошибок не найдены все отлично так теперь чтобы прочитать информацию можно скачать платные программы стоят они от 300 от 35 рублей до там порядка 600 рублей и до полутора тысяч до двух тысяч для разных машин есть даже свои программы но я не думаю что моя там программа сверх машина сверх какая-то дорогая у меня хунда и лантра 2004 года значит выходим из этой программы и у меня уже открыта страницы нашел я страницу я просто забил в яндексе в яндексе поиски чтение коды ошибок обд2 вылез сайт и лм сканер надеюсь вы увидите что здесь написано в принципе информация но тут рассказывается что тут что как означает и дальше идет таблица с перечислением этих кодов то есть я вот в телефон это закрыть ну в закладке поставил давайте найдем сейчас п-300 по моему п-301 и п-303 и перекрутил я и так п-300 обнаружены случайные множественные пропуски зажигания свечи мне нужно менять они у меня есть все никак руки не дойдут п-301 обнаружены прош пропуски зажигания цилиндре номер один и 303 обнаружено пропуске зажигания в цилиндре номер три то есть можно как бы бесплатно все это ну то есть не скачивая никаких программ хотя я нашел одну программку за 35 рублей вроде там с хорошими отзывами можно было бы ее скачать но не вижу смысла если у меня есть такая закладка и так значит отключена все отключено значит если мы сейчас вытащим устройство сканер то программа должна свернуться я вытаскиваю не помню как но как-то я ее сворачивал здесь я закладку здесь я выключаю все равно осталось но в общем это уже не суть важно важно то что я считал ошибку закрыл ее и знаю что мне теперь делать то есть вот это вот ерундовина даже как-то язык не поворачивается называть это там даже китайцы вот так вот криво мне наклеили наклейку она очень сильно помогает то есть практически за один раз она отбила поход к электрику а если электрик хороший в хороших сервисах хорошему электрику запись бывает там то есть сразу по приезду к нему еще и можно не попасть тут ходишься без электрика в общем вещь полезная рекомендую стоит недорого она того стоит я где-то полгода настраивался на эту ерунду вот как раз вот на днях она ко мне пришла неделю где-то назад вчера выскочила у меня ошибка я конечно знаю из чего она каждый раз выскакивает но теперь я теперь я хоть что-то знаю что-то могу сделать сам без электрика без записи потому что там я несколько раз приезжал к электрику он там так давай через два часа приезжай а через два часа мне тоже как говорится и человек не свободный занятый либо выходной там то он работает то не работает в общем электрики в автосервисах это очень капризные люди ладно всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на видео будет еще много видео будут обзоры всего хорошего всем пока